Очень долго считалось, что в основе прополиса лежат смолистые вещества, добываемые из хвойных деревьев или с берез и тополей. Но в регионах, где эти деревья не растут, получается практически аналогичный прополис, поэтому этот вопрос наука еще и следует. Но полезные свойства этого вещества уже подтверждены, и в народной медицине он является незаменимым средством еще с античных времен. В прополисе содержатся вещества, подавляющие патогенные споры и бактерии, а также практически все известные человеку витамины. При нагреве он не теряет своих целебных свойств и, в отличие от других продуктов пчеловодства, используется в бальзамировании, лечении сложных ран и авитаминоза, снимает зубную боль, лечит стоматит, ангину и даже депрессии. Современные ученые подтвердили, что регулярное употребление прополиса может предотвратить или купировать развитие рака мочевого пузыря, кишечника, поджелудочной и молочной железы. Он отлично справляется с очисткой организма после интоксикации, купирует кардиологические расстройства. В целом, у него противовоспалительные, антиоксидантные, дерматопротекторные, диабетические и противомикробные свойства, а также иммуномодулирующие и слабительные свойства. Это не лекарство от всех болезней, но народное средство от многих болезней с минимальным количеством противопоказаний. Но прополис не способен оказать явный лечебный эффект при разовом применении. Его надо употреблять ежедневно в течение 2-3 недель, но не дольше месяца. И тогда все ценные свойства вы сможете почувствовать на себе.